Всем здарова, ребят! Перед тем, как мы начнем видеоролик, хочу вам сообщить приятную новость. На канале 12 миллионов 500 тысяч подписчиков, и мы наконец-то вроде как успели разобраться с теми видеороликами на 100к, которые мы снимали, и даже готовимся чуть-чуть вперед. Уже завтра мы снимаем видеоролик про керкеры, он будет опубликован буквально через 2-3 дня. И мы уже сняли видеоролик про гелевую комнату. Пацаны! Блин! Это вообще жесть! Который был запланирован на 12 миллионов 500. Поэтому, что я могу сказать, теперь вы можете смело подписываться, чтобы ускорять следующие публикации. Кстати, болото из теста мы тоже снимаем уже... Через сколько, ребят? Через 5-7 дней? Через 5 дней! Мы ждем. Так что подписывайтесь на наш канал, ваша подписка на этом канале действительно что-то значит. Ну а теперь приятного просмотра. Для сегодняшнего видеоролика мы закупили матрасы. Наша цель сделать при помощи них лифт. Вставляем шланг в трубочку. Что будет происходить дальше? Наблюдаем. Делать включитель. Матрас надулся и тем самым меня поднял. А если быть конкретно, то на 18 сантиметров. Но что если мы одновременно возьмем не один матрас, а скажем 5, 10, 30? И все их будем надувать разом. Получится своего рода какой-то типа пневматический лифт. Но что из этого выйдет, я пока что не совсем понимаю. Но мы это узнаем в ходе нашего очередного эксперимента. Да, мы с командой провели уже очень много экспериментов. И многие из них были масштабные. И теперь за каждые новые 100 тысяч подписчиков мы будем с командой проводить масштабный эксперимент, на который будем тратить минимум 100 тысяч рублей. Все очень просто. Один новый подписчик это 1 рубль на будущий эксперимент. А когда набирается новый миллион подписчиков, мы будем проводить грандиозный эксперимент ценой в 1 миллион рублей. А какие масштабные эксперименты будут следующие, и когда они выйдут, вы можете увидеть на шапке канала. Подписывайтесь. Ведь на этом канале ваша подписка действительно что-то значит. Ну стандартные клапаны нам не подходят, поэтому побольше отверстия делаем, чтобы матраса быстрее накачивалась. Труба, чтобы не вылетела, поэтому мы хорошо клеим. С помощью теперь мы клеим. Вот, пожалуйста, 30 матрасов готово. Ну а теперь мы попробуем лечь на 3 матраса, и наверняка это произойдет значительно быстрее. Сейчас пока что 3 матраса, мне не страшно. Ну как станет здесь матрасов 15? Мне кажется, я попрошу кого-нибудь другого. Не-не-не. Не пойду. Думал, что если я когда-то буду лежать, вот так вот, и будет рядом много людей, это будет значительно позже. 3! Здесь было всего лишь 3 матраса, но это, блин, очень страшно. Нифига себе. Как мы уже поняли, с матрасами нужно быть значительно аккуратнее. Вот это может произойти со всеми матрасами, которые мы здесь поставим в один определенный момент. Лифт из матраса. Лифт! За сколько секунд надувается 3 матраса? Это порядка 4 секунд. За 4 секунды подняться до высоты от потолка. Мне кажется, это просто дичайшее безумие. Кто хочет попробовать? Количество матрасов побольше. Количество бумаги. Раз, два, три. Итак, сейчас мы будем добавлять 5 матрасов. Для того, чтобы вздувать матрасы, у нас есть отдельные шланги, которые вот здесь вот открываются. Воздух идет сюда. Сюда, сюда, сюда. Поступает вот в эту синюю коробочку. А здесь уже стоит двигатель, который оттуда выдувает весь воздух. Все готовы? Готовы! Ура, ребята, давай! Три. Мне кажется, я что-то предвидел именно, поэтому я не захотел. Легкая паника в глазах Артема. Начинается макать, и рука такая. В общем, мы хотим немного перестраховаться и проклеить все скотчем. Они очень сильно дырявятся от потока воздуха. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, в принципе, что-то получилось. Что-то похожее на лифт. А теперь не держим Артема. Итак, 16 баллонов, 16 матрасов. Три метра высоты. Степан готов рискнуть подняться на нашем самодельном лифте. Я почему-то уверен, что эта штука все равно упадет. По-любому. Ох, жду, когда меня сплющит сейчас вот так вот. Поехали! Раз, два, три. Пока! Охренеть! Охренеть! Я пытаюсь балансировать. Пожалуйста, вниз, можно мне! Так, давайте спускать лифт! Так, это очень страшно. Я падаю! Только не на нас, не на нас! Давай манценируем вот так. Я чувствую себя, как... как легалас во Василии Николепс. Держите с другой стороны! Съедем! Съедем! Лифт, в принципе, неплохо поднимает, если его хорошенько придерживать. В целом, это достаточно экстремально. Сейчас мы запускали всего лишь 16 матрасов, а впереди нас ждет целых 30. Дальше будет еще круче. Мы, можно сказать, прыгнем в невозможное. Прямо как во Фрифайр. Фрифайр! Преодолеть свои страхи, отважиться на поступок, который долго откладывал. Да хоть после собрания не прятаться от мамы. Человек раз за разом прыгает в невозможное. И только так становится сильнее и растет над собой. Все это про Леона. Нового персонажа во Фрифайр, которого каждый игрок может получить абсолютно бесплатно, просто зайдя 20 ноября в игру во Фрифайр. Это мобильный батл-ройал-шутер с захватывающим геймплеем, с огромной картой, широким арсеналом оружия и частыми событиями на различную тематику. С 12 по 29 ноября во Фрифайр происходит ивент. День буя! Это особое событие, где можно абсолютно бесплатно получить скины на рюкзак, лутбокс, сковороду, парашют. А в конце события все игроки получат еще и эксклюзивную эмоцию. Основным посылом ивента станет борьба и победа над жизненными препятствиями. А Леон, которого можно будет получить 20 ноября за вход в игру, станет символом преодоления трудностей и твердой боли. Магазин пополнится крутыми тематическими костюмами, а также легендарным образом для Леона. Но вишенкой на торте станет появление эволюционного скина. Но это не просто крутой скин, а крутой скин, который может становиться еще лучше. Помимо этого в игре также изменятся некоторые привычные элементы. Например, самолет, дирижабль, аэрдроп и многое другое. А также появится обновленный интерфейс, мини-игра с возможностью выиграть скины и внутриигровые предметы. Веб-ивент с возможностью получить еще больше подарков. Короче, скорее залетайте в игру, получайте нового персонажа Леона 20 ноября и прыгните в невозможное вместе с Free Fire. Ну а теперь мы добавляем все матрасы. И так как все-таки это 30 матрасов, и это будет высота порядка 6 метров, в этот раз мы используем страховку. Моя жизнь. Зависит от Йолдаша. Йолдаш будет отвечать за то, чтобы я не свалился на землю. Все готовы? Да! Пока. Три. Проблема. Стоп! Ну, баланс держать там невозможно. Ну, по крайней мере, на начальном этапе, когда он только-только начинает надуваться. Давайте попробуем еще один раз. Рубрика Дополнительный эксперимент. Несколько матрасов могут без проблем поднять человека. Но что, если мы проведем другой эксперимент, в котором мы не будем ничего поднимать, а попробуем раздвинуть две машины? Представьте, вы как-нибудь неудачно припарковались, к вам кто-то подъехал, и... Что делать? Давайте, конечно же, брать матрасы, углекислотные баллоны, и раздвигать! Запихиваем матрасы между машин. Приезжаю. Здесь будет пять матрасов. Расстояние между машин сейчас 11 сантиметров. Как оно увеличится, мы сейчас проверим. Врубай! Раздвигает! Смотрите, колесо просто убегает. Короче, эта тема реально так работает. Если к вам кто-то подъехал, вы просто впихиваете среди машин матрасы, надуваете их, и пространство нормально так увеличивается. Ну, ребята, смотрите наш канал, будете опытнее в жизни. Ну, а это был дополнительный эксперимент. Если под этим видеороликом вы наберете 200 тысяч лайков, то рубрика «Дополнительный эксперимент» выйдет и в следующем видеоролике. Ну, а сейчас, через 7 секунд, начнется основной эксперимент. И за это время у вас будет возможность поставить лайк. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, кто не успел, тот не успел. А теперь мы переходим к основному эксперименту. Я думаю, что Леха учел все свои ошибки, и сейчас он поднимется до потолка. Попытка номер 2. В этот раз мы решили попробовать надувать таким образом, чтобы я мог контролировать ситуацию вот в таком положении. Как вам моя задница? Ну, ему нравится. На самом деле, во многом здесь все зависит от Лехи, как он будет балансировать. Мы подобрали удобную позу для Лехи, не совсем удобную для всех остальных. Раз, два, три. О! Браво, браво, браво! О, два метра! Это, конечно, не то, что мы хотели, но... Леху, в принципе, поднялось. Это не тот результат, который мы хотели добиться. Ведь у настоящего лифта, для того, чтобы его не шатало, есть шахта. И я предлагаю сделать такую же. Чтобы матрасы не лопались, мы с коучем занозы закрываем. Просто вот эти конструкции не позволят матрасам так же сваливаться, как у нас было в предыдущие разы, потому что они очень неустойчивые. Но в любом случае, мы сегодня 100% добьемся того, чтобы это работало именно как лифт. Ну что, ребят, вашему вниманию представляется лифт с шахтой для кабины. Только у нас нет кабины. Самое главное, я знаю, что эту конструкцию не тестили. Сейчас будет борьба равновесия. Выкинет Леху, или он поднимется до потолка. Я готов! Раз, два, три. Ой-ой-ой, заворачивается. Нет, нет, расправляется. Опа. Немного что-то пошло не совсем так. Неравномерно, а он все равно начинает как-то странно подниматься. Только в этот раз Леха будет стоять на ногах, чтобы он мог полноценно двигаться и выравнивать перевес. Встаем пошире. Наверное, готов. Раз, два, три. Я перепутал баллоны и крутил не толк. Раз, два, три. Раз, два, три. Оно работает! Это все накачаны? О, меня поднимает! Прям поднимает! Смотрите, я стою, я не в натяг. Вот она, веревка болтается. Ты же понимаешь, что под тобой несколько этажей надувного пола. Это, пожалуй, одна из самых странных штук, которую мы видели. Ну, а я реально не перестаю удивляться тому, что мы делаем. Слушай, высоко, прям реально высоко. Прям так высоко. Мне кажется, вам сейчас самое время подумать о том, могли бы вы где-то подобное увидеть или нет. Убедиться в том, что нет. Подписаться на наш канал, чтобы не пропускать подобные невероятные странные идеи. Подписывайтесь, не пожалеете. У нас будет дальше еще круче. Потолок. И меня все выше и выше поднимают. Не откройте кронель. Такое ощущение, как будто меня засасывают какие-то, не знаю, зыбучие пески. Клево, говорю. Все максимально плавно, и ты чувствуешь, что тебя поднимает как-то именно воздух. Ну что, я считаю, эксперимент вышел удачным. У нас получилось сделать то, что мы хотели. Вот только единственный вопрос. Как много людей может увести этот лифт? Потому что обычно вмещает в себя, ну, человека четыре, пять. И я. Я тоже хочу. Я купил, я купил. Это коробки. Как вы поняли, в этот раз мы решили подложить коробки, потому что страховка у нас одна. Хоуд ламп, я хоуд ламп. Поехали. Меня пожарает подклашник! Пацаны, какая-то... Перекрываем, перекрываем. Нас перетягивает из стороны в сторону, матрасы смещаются. Короче, есть техническое решение того, как сделать так, чтобы мы не съезжали. Платформы. Может, кто-нибудь поможет? Вот это лифт, я понимаю. Начинаем потихонечку. Потихонечку, ребята, потихонечку. Какая-то прикольная, понимаешь? Е, бой. Прикольно. Она с этой стороны выпирает. Стоп, 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 с этой стороны выпирает. Стой, стоп. Стой, стоп. Мы не смогли подняться до самого верха, потому что механизм у нас вышел из строя. Зато у нас есть возможность протестировать то, как он спускает. Нет! Есть! Раз, два, три. Будете включать прям по чуть-чуть. Раз, два, три. Попытка номер. По чуть-чуть. Я думаю, они все-таки поднимутся до верха, и мы добьемся своей цели. Ой-ой-ой, как хорошо пошли. О, вот сейчас мы выше. Третий, шестой, закрой, шестой. Третий, второй, что там? У-у-у, мы наверху! Я уже задеваю потолок головой. Здесь веревка. Ну что, ребят, получается, наш лифт работает. Все гениально, все очень просто, но непрактично. Этот лифт даже способен поднять четырех человек. Подъем с четырьмя людьми не особо-то отличается, нежели когда я поднимался один. Все, ребят, пойдем. Пойдемте пить чай. Куда вы? Я не понял. Ну и идите. Ладно, наверное, я думаю, спустим парней, потому что Леха что-то, походу, даже Леха, походу, боится прыгать в коробке. Это было шикарно. Так, ну что, ребят, на этом эксперимент подошел к концу. Было очень круто. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем... Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok